Не справилась с управлением. На трассе Тирасполь-Каменка около 8 утра произошла авария. Водитель, 19-летняя девушка, госпитализирована в травматологическое отделение Григориопольской больницы. У нее ушибы поясничного отдела позвоночника. В машине был и пассажир. Он не пострадал. По словам девушки, она пыталась избежать столкновения с животным, внезапно выскочившим на дорогу. В итоге ДТП авто перевернулось. Проводится разбирательство. В Тирасполе продолжается санитарная очистка деревьев и кустарников. От нависающих веток спецзеленстрой уже обезопасил улицу Карлолитникта и 25 октября. Теперь деревья подстригают в центре. В пределах 8-9-10 метров мы оставляем крону. Убираем до тех пор, пока мы видим, что дерево должно сформироваться потом, ну в дальнейшем. И делаем обрезку. После этого, через 2-3 года, дерево примет нормальный вид. Если не убрать, с чем это может быть ревата? Старые деревья, они обычно что, имеют большие ветки, любой ветер, снег, они ломаются, обламывается. Дерево может пополам лопнуть, может просто ветка, основная ветка сломаться. Тогда сносится полностью дерево. Поэтому для того, чтобы мы не сносили эти деревья, мы делаем омолаживающий обрезок. Продолжится и озеленение в столице. Всего в Екатерининском парке высадят порядка 800 деревьев. Подготовительные работы уже идут. Первый цифровой рентгенаппарат для животных в Приднестровье. Устройство нового поколения появилось в ветеринарной лечебнице Тирасполя. Преимуществ перед старыми пленочными технологиями множество. Среди них точность снимков и экономия времени. Есть большой плюс, качество снимка увеличивается в разы. И если мы наведем сейчас на объект, соответственно, мы увидим полностью хорошую картинку. Мы планируем и за 2-3 года в других регионах нашей республики поставить тоже цифровые рентген. Цена вопроса около 430 тысяч рублей. Деньги выделили из республиканского бюджета. В планах закупка оборудования и для лабораторных исследований.